Теперь, что такое сунна? Мы говорим сунна пророка. Часто вы слышите сунна посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Переводится дословно сунна от тарика, путь, дорога. Дословно переводится сунна от тарика, путь. Истилахан, с точки зрения религии, шариата, сунна переводится как Куллю ма садара ан-наби, салаллаху алейху ассалям, мин кавлин, ау фиалин, ау тагрир. Все, что пришло от пророка Мухаммада, салаллаху алейху ассалям, из-за его слов, второе, или из-за его действий, третье, из-за его довольствия. Приведем пример. Например, говорим хадис. Какая разница между хадисом и сунной? Хадис, то, что высказано пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассалям. Сунна — это то, что говорил, то, что делал, и то, на что был доволен посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, несмотря на то, что он этого сам не делал. Например, Аллах в Коране сказал, читайте намаз, приказывает нам. Пророк Мухаммад также сказал, ислам опирается на пяти столбах. Свидетельствует то, что нет достойного поклонения Иллаха, кроме Аллаха, то, что Мухаммад Раб и посланник Аллаха. И чтение намаза, второй столб. То есть здесь каулия, то, что словами сказал Пророк Мухаммад подтвердил то, что Аллах сказал в Коране. Второе, фиалия, то, что Пророк делал своими делами, но не говорил. Например, Аллах в Коране говорит, читайте намаз. А как читать намаз, ни одного аята нет в Коране. Сколько ракатов, как читать намаз, какие движения делал во время молитвы. Однако откуда мы берем это? Из судна Пророка Мухаммада сказал, читайте намаз так, как видели меня читающие. Молитесь так, как видели меня. И сахабы передавали. Или, например, Аллах в Коране говорит. Людям Аллах приказал совершить полоничное хадж, тот, у кого есть возможность. А как делать хадж, как делать таваф, обход вокруг Каабы и так далее? Не сказано ни в одном аяте, а в Коране. Откуда мы берем? Из судны, из действий Пророка Мухаммада сказал, берите от меня ваши обряды. То есть, ваши обряды хаджи. И показывал Пророк Мухаммад. Здесь он кидал камушки, здесь он делал таваф, ходил между сафа и мороз. Здесь он ночевал в Арафе, сделал в Муздалифе. То есть, здесь сидел в Арафе, дуа, ночевал в Муздалифе. То есть, он показывал своим действиям. Третье, такрир. То, чем доволен был Пророк Мухаммад, но он сам этого не делал. Вы знаете, то, что когда Пророк Мухаммад переселился в Медину, было там три иудейских клана. Бану Кайнука, Бану Назир, Бану Курайда. И когда Пророк Мухаммад с сахабами шли из местности Медина в сторону местности Бану Курайда, и наступило время третьей молитвы. Намаз, салат Аль-Аср. И Пророк Мухаммад сказал, Пусть никто не читает Намаз Аср. Прочитаем тогда, когда дойдем до Бану Курайда. Некоторые из подвижников прочитали, потому что увидели, что время зашло. Некоторые из подвижников прочитали вместе с Пророком, когда достигли местности. Пророк Мухаммад с салатом и этим ничего не сказал, и этим был доволен этим. Это такрир, это довольствие Пророка Мухаммада с салатом. Пророк Мухаммад не любил это мясо. Но, однако, когда видел, что сахабы кушали, не запрещал им. Не запрещал им кушать. Сам это не любил, сам не ел. Это есть довольствие, это тоже сунна Пророка Мухаммада с салатом. Теперь, как вообще сунна, какое значение имеет положение сунны по отношению к Курану? Есть. Первое, когда сунна аль-такрири, ас-сунна аль-муаккада лил-Куран. Сунна, которая подтверждает то, что в Куране. Например, Аллах Субхану Ва Та'Аля, опять же возьмем пример с молитвой. Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал, а кейму с салат, читайте намаз, молитесь, приказывает нам. В сунне Пророк Мухаммад с салатом сказал, что Ислам опирается на пяти столбах. И второй столб сказал, а кейму с салат, чтение молитвы. Второе, ас-шариха лил-Куран. Когда сунна разъясняет Куран, объясняет Куран. То же самое, как, например, Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит в Куране, молитесь, а сунна уже разъясняет, как нужно делать, как тафсир делает Куран. И третье, то, что приходит сунне, но нет в Куране. Например, Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалам, то есть, возьмем пример, где аяты на ком запрещено жениться. И в сунне Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалам запретил жениться одновременно мужчине на девушке и на ее тете. Нет аяты этого в Куране, но в сунне Пророк Салаллаху алейхи вассалам запретил. Или, например, какие-то действия, как борода, например, сунна Пророка Мухаммад салаллаху алейхи вассалам, не сказано об этом в Куране. И другие некие действия, которые, к которым призывал Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалам, и которые запрещал, они приходятся в сунне, но не приходятся в Куране. И Аль-Кутуб самовые, книги, которые писали, Аллах не спасал Аллах ранее, до Курана, в Таврате, в Торе, Инджиль, именно в Евангелии, которые Аллах не спасал Пророка Айси алейхи вассалам, они подтверждали то, что придет завершающий Пророк, придет завершающий Пророк, которого буду звать Мухаммад. Как Аллах сказал в Куране, Мухаммад салаллаху алейхи вассалам, Но обращение Аллаха по отношению к Нему в Куране, Каждому Аллаху Пророку обращается по имени Я Ибрахим, Я Иса, Я Закария, Я Яхьяхудил Китаби Кроме как к посланнику Аллаха, Аллах обращается Я Юханнаби, Я Юханрасул, То есть обращается к Нему о Пророк, И обращается о посланник. То есть Аллах обращается к Нему, К Пророку Мухаммаду салаллаху алейхи вассалам, Не дай шараф, Что называется обращение почета О Пророк, о посланник. Также из Сунны Пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалам, Теперь вы, ма шалла, братья и сестры, знаете, что такое Сунна, Делает салават за Пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалам, Салават в пятницу Пророк Мухаммад сказал Больше сделает салават за меня. Сказал Пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалям, то за него Всевышний Аллах сделает 10 раз салавата. Также пророк Мухаммад сказал, жадный человек, скупой человек, это тот, который, когда слышит мое имя, не делает за меня салават. Также сказал пророк Мухаммад, делайте за меня салават, поистине ваш салават дойдет до меня, где бы вы ни были. И также сказал пророк Мухаммад, наилучший для вас из дней, это пятница. И в этот день больше делайте за меня салават, сказал пророк Мухаммад. Пророк Мухаммад один раз сидел и сказал, я соскучился по своим братьям, я соскучился по своим братьям. На что сахабы сказали, не мыли твои братья, у посланника Аллаха. На что пророк Мухаммад сказал, вы мои сподвижники. Мои братья, также можно сказать, мои сестры, это те, которые придут после меня, уверуют в меня, не увидев меня. Я буду за них заступником в судный день. Каждый человек придет в судный день к своему пророку и скажет, сделай за меня заступничество. Придут к каждому пророку, к Ибрагиму, к Мусе, к Иисе. К каждому пророку придут, каждый скажет, на все, на все. О, Аллах, спаси меня, спаси меня. Кроме Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, я, Рабби, уммати, уммати. О мой Господь, мою общину, мою общину, спаси от наказания ада. Так он любил нас. Поэтому не ответит ли нам по отношению к его любви, нашей своей любовью по отношению к пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям? Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, сказал, в судне день Ибрагима, халилуллах, Ибрагим, приближенный друг Аллаха, будет с правой стороны около ворот рая, джанна. А я буду с левой стороны около ворот ада. И тогда спросили сподвижники, почему Ибрагим, алейхи вассалям, будет около рая, а ты около ада? Почему тебе бы не быть около рая? На что он сказал, Он говорит, если для того, чтобы уже на последний, то есть до конца буду просить заступничества, и увижу уже последний, кого-то из моей уммы, из моей общины поведут в ад, чтобы остановиться, остановить его, попросить у Аллаха еще раз последнее заступничество за него, чтобы Аллах не заводил его в ад, в джанна. Вот это пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, который любит нас, которые любили нас. И поэтому также, альхамдулли, его могила находится в Медине, он похоронен в Худжер-Фатиме, похоронен в Худжер-Айше, в комнате Айше, рада Аллаху альхи, своей супруги, поэтому рядом с ним Абу Бакар, рада Аллаху альхи, и Умар ибн Хаттап, Умар ибн Хаттап. И когда он умирал, лежал на руках своей супруги Айше, рада Аллаху альхи, и уже постоянно повторял, то есть я хочу к Аллаху, я хочу к Аллаху. И он сказал Айше, говорит, пророкам Аллаху альхи дают выбор перед смертью, или остаться навечно в этой жизни, или после того, как завершается их послание, вернуться к Аллаху. И все выбирают послание именно к Аллаху, субхану альхи альхи. Он первый, кто встанет из могилы в судный день, он тот, кто будет, ему разрешат открыть двери в рай, когда каждый пророк будет подходить, и не будет открываться двери в рай, когда придет пророк Мухаммад, саллаллаху альхи салям, «Ман анти кто ты? Ана Мухаммад, я Мухаммад, вабика умерна». И тебе было приказано открыть дверь в рай. Когда он будет просить саступничества, он скажет, что каждый будет пророк за себя просить. И тогда сказал, что я могу попросить заступничества за свою уму. Спросили, как? Я приду, сделаю сажда, земной поклон патрона Всевышнего Аллаха. Я буду восхвалять такими восхвалениями, которыми Аллах меня обучил. И какой будет ответ? Какой будет ответ? Я, Мухаммад, подойди, встань, подними голову, проси, и тебе будет дано, проси заступничества, и ты будешь заступником, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Также у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, были отличительные несколько вещей, которые его отличали от других пророков. В хадисе, который приводит имам муслим в Тирмидзе, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, сказал, То есть, я лучше, чем остальные пророки, шести качественные. Первое. То есть, Аллах дал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям, несмотря на то, что он был набил умми, он был пророк, который не мог читать, не мог писать, однако у него было красноречие. Также говорится, это Кур'ан. Кур'ан, то есть, он говорил посредством Кур'ану, как Аллах, субхану алейхи салям, говорит, напоминай людям через Кур'ан. И Кур'ан — это му'джизы, великие, му'джизы, великие чудо, которое Аллах, субхану алейхи салям, дал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям. Если во время Моисея Муса, алейхи салям, Аллах дал такое чудо, как Муса, алейхи салям, во время колдунов, дал Аллах, субхану алейхи салям, такое чудо, когда он поднимал руку, Когда он поднимал руку, она светилась, была светлой, белой. Когда брал посох, она поела всех змей, которые были в руках, некие посохи, в руках колдунов. То есть во время колдунов Аллах дал более сильную мощь, вот это чудо. Во время Иса, когда была развита медицина, Аллах дал Иса, то, что он оживлял мертвых, он восстанавливал зрение, то есть давал зрение, это тот человек, который родился без зрения. Есть слово слепой, но человек родился без зрения. Человек, если при этой жизни потерял зрение через несколько сотни операций, может быть, он может восстановить зрение немножко. Ну, а если человек родился незрячим, то никто не может давать зрение, если пожелает Аллах. И это не медицина была, это было чудо от Аллаха. А у пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Кур'ан. И были такая из суров, Кур'ан называется Ащу'ара, поэты. И самым даже на сегодняшний день есть такая передача в Арабской Эмиратах Аща'ари, миллион. Потому что самым лучший стих дают миллион дирхамов, каждый год они для своих правителей сочиняют. У них все есть, у шейхов, у принцев. Но самый лучший подарок, который они могут дать, это сочинить какой-то стих по отношению к своим правителям. И во времена пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, были тоже крысные речи. А пророк Мухаммад, саллаху алейхи, не мог читать, не мог писать, и Аллах дал ему Кур'ан. Ни один на сегодняшний день, ни один из людей не смог придумать подобный Кур'ан, даже одной главу. Аллах в Кур'ане говорит, Мухаммад, они говорят, что ты его сочинил, придумал. Скажи, если я придумал Кур'ан, то вы подобно Кур'ану придумываете хотя бы одну суру. И при этом просите помощи у кого пожелаете, помимо Аллаха, у своих идолов, если вы правдивы. Но так это не случилось. Что только с Кур'аном не хотели сделать, сжечь его, порвать его и так далее, за всю историю со времен пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Но никогда не исчезнет. Почему? Потому что Всевышний сказал, Это разъясняющее знамение, в сердцах обладают все знания. То есть, в Кур'ане есть тысяча хафидр, Кур'ана, которые весь Кур'ан знают наизусть. И также, субхану алейхи, сказал, По истине, мы не поставили дикр, напоминание Кур'ан и Сунну, и мы его будем оберегать до Сунного дня. То есть, Аллах, субхану алейхи, дал пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, вот этот Кур'ан, Джавамия аль-Калим. Это есть отличие пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, от других пророков. Следующий, он нусыр тубер-руб. То есть, Аллах, субхану алейхи вассалям, за месяц врагам Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, вселял страх в сердца. Санул ки фи, кулуби ладзина, кафару рруб. Всевышний говорит, субхану алейхи вассалям, мы вселим страх по отношению к тебе, о Мухаммад, в сердца неверующих. То есть, когда перед битвой, перед Газуа, они уже начинали бояться. Так же дозволены мне трофеи, сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. И земля для меня сделана мечетью, масжидом, то есть местом, где можно молиться, делать земные поклоны, и тахур, и она чистая. То же, то есть, необязательно мусульманину молиться только в мечети. Он может быть везде молиться, где есть для него место, кроме двух мест. Нельзя молиться только на могилах, то есть, имеется ввиду, на кладбищах, и в хаммаме, то есть, в туалете, в ванной, в бане. Там запрещено молиться. Аллах меня послал для всех, для всего создания. То есть, Аллах послал пророка Мухаммада, не к определенному народу, а ко всем людям и ко всем джиннам. И последнее, что я печать всех пророков. То есть, после пророка Мухаммада, не будет другого пророка. Это отличительные, так скажем, вот это 6 признаков пророка Мухаммада, а других пророков, а других посланников. Вот это наш пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья и сестры, мы поняли, альхамду лля, с вами, то, что у столпа два, альхамду лля, шахада. Ла иллахи на Аллаху, Мухаммада, Расулллах, два столпа, то, что нету Бога, кроме Аллаха. Нафи у аль-Избат, отрицание всех богов. Аль-Избат, подтверждение в виде Бога одного только Аллаха, Субханаму Аталию, в виде того, кому можно поклоняться. Мухаммад, Расулллах, тоже два столпа, это раб Аллаха. Мы поняли, что такое раб Аллаха, и мы поняли, кто такой посланник Аллаха. Поняли разницу между пророками и посланниками, альхамду лля. И самые лучшие люди после пророка Мухаммада, это его сахабы, это его сподвижники. Сподвижники, мы сказали, кто такой сподвижник, кто увидел пророка Мухаммада, будучи верующим в него, и умер мусульманином. И самые лучшие сахабы, это Абу Бакар, как сказал пророк Мухаммад, Сабы лучший из людей после пророка Мухаммада, это Абу Бакар, рада Аллаху Аньху. Если положить иман Абу Бакар на одну чашу весов, и всех остальных сахабов на другую чашу весов, иман Абу Бакар будет тяжелее. Потом Умар, рада Аллаху Аньху. Потом Узмана, рада Аллаху Аньху. Али, рада Аллаху Аньху. После сахабов лучший век, это Ат-Таби'ин. Ат-Таби'ин, это те, кто видели сахабов, то же самое, как видели сахабы, это кто видел пророка Мухаммада, будучи мусульманином, и умер мусульманином. Ат-Таби'ин, это тот, кто увидел сахабу, будучи мусульманином, и умер на исламе. Потом Таби'ин, тот, кто увидел таби'ина, будучи мусульманином, и умер на исламе. Поэтому пророк Мухаммад сказал, что придет время, когда мусульманы, когда будут делать какие-то благие деяния, они будут подобно 50 из вас. Обратился к сахабам, сказал пророк Мухаммад, своим благим деянием. И тогда сахабы удивились и спросили, я, Расулу Аллах, хамсин минхум ауминна, о, посланник Аллаха, они будут подобно 50 из нас, один из них, или 50 из них, то есть из их времени. Пророк, салаллаху Алисуалу, сказал, бельминкум, подобно 50 из вас. И потом пояснил, салаллаху Алисуалу, сказал, Потому что вы видите, среди вас есть кто, кто может помочь вам на поклонение Аллаху. То есть среди вас посланник Аллаха, он поклоняет вам, он помогает вам поклоняться Аллаху. Он показывает вам, что это харам, что это халал, объясняет Кур'ан, объясняет вам вашу религию, а у них не будет такого, который бы смог бы им помочь поклоняться Всевышнему Аллаху, субханалу ате аля. И они будут держать свою религию, как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху Алисуалам, перед судом днем, как кабдуль-джамр, подобно тому, как тяжело держать уголек в руке, также будет тяжело держать религию Аллаха, и тот, кто смог удержать, иншаллах, то он получит великую-великую награду от Всевышнего Аллаха, субханалу ате аля. Для нас, Пророки, салаллаху Алисуалам, красивый пример во всем, аль-хамду лиллях. Инна лакумфи расули ла-я-кудвату на хасана лиман каана юрджу Аллаху, вали уму ахрау, вазакар Аллаху кассира, как говорит Всевышний Аллах, субханалу ате аля. Поистине, для вас, посланник Аллаха, прекрасный пример для тех, которые верят в Аллаха и в судный день, и много поминают Всевышнего Аллаха, субханалу ате аля. Верующий должен быть, стараться любить Пророка Мухаммада, салаллаху Алисуалам, любить после Аллаха на втором месте, должен быть Пророк Мухаммадом, салаллаху Алисуалам. Должен быть Пророк Мухаммад, салаллаху Алисуалам. Не только как его облик, не только как стараться быть похожим на него внешне, но также стараться быть похожим на него в его деяниях. Ведь Пророк Мухаммад, салаллаху Алисуалам, сказал, Аллах меня послал для того, чтобы усеевершенствовать благой нрав. А какой был нрав пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям? Аллах описывает в Куране, хвалит его и говорит, «Ва инна кана аля хулук ин азим». «Поистине твой нрав великий, твой нрав великий, я Мухаммад». «А какой же был нрав его?» Спросили Аиша, рода Аллаху альха. Спросили его, какой был нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, что он ответил «Атакра» или «Куран». Читаете ли вы Куран? Сахабы говорили, «Наам, да». Его нрав был Куран. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, саллаллаху алейху алейху ассалям, не был таким, который наводил суету на рынках. Пророк Мухаммад не был такой, который был жесткий или давал бы отпор, нет. Однако он прощал Пророк Мухаммад и был мягким, был добрым посланник Аллаху. Поэтому Аллах в Коране сказал, только помилился Аллаху, о Мухаммад, твое сердце было мягким по отношению к ним, по отношению к своим врагам даже. Если бы ты был жестким, твердое твое сердце было, они бы все отвернулись от тебя, они бы не пошли за тобой. Вот это Пророк Мухаммад этим качеством, у него было мягкое сердце, несмотря на то, что он был самым храбрым, он был добрым. Наш любимый Пророк Мухаммад, он любил своих сахабов, никто не успевал с ним первым поздороваться, он со всем первым поздоровался, играл с детьми. То есть был таким посланник Аллаху у себя дома, вел себя как семьянин, был прекрасным примером для своей семьи. И тот, кто его видел во сне, часто задает вопрос, я видел Пророка Мухаммада во сне. Что это может значить, на что Пророк Мухаммад сказал, то, кто увидел меня во сне, он увидел меня. Поистине, шайтан не берет мой облик. Поэтому, аль-хамду лиллях, мы просим у Аллаха заступительство посланника Аллаха за наш судный день, что, аль-хамду лиллях, мы из умы Пророка Мухаммада, на что Всевышний сказал, вы самые лучшие умы, вы самые лучшие умы среди людей, самые лучшие общины среди людей. Потому что вы верите в Аллаху, вы призываете благому, отзываете от плохого и верите во Всевышнего Аллаха. Мы просим, Аллах не дал нам такую милость, то есть мы не увидели такую милость в этой жизни, чтобы увидеть воочию Пророка Мухаммада, но, аль-хамду лиллях, мы следуем за ним, будучи, аль-хамду лиллях, мусульманами из умы Пророка Мухаммада, и надеемся, аль-хамду лиллях, просим всегда свои дуа, О Аллах, Ты нам не дал возможность увидеть посланник Аллаха в этой жизни, но не лиши нас возможности увидеть его сегодня день, обняться с ним, зайти в рай, в джанна, и быть с ним соседом в район.